Повторю снова, поскольку пошла запись. Реалии текущего времени. Сейчас у страны откусили половину золота валютных резервов, 300 миллиардов долларов. Необходимо восстанавливать, возрождать, создавать заново свои собственные производства, то есть переходить к реальному импортозавещению вместо декларативного, которое у нас было последние годы. Необходимо так или иначе, это реальность, но восстановление инфраструктуры ЛДНР ляжет на плечи России. К чему я все это говорю? Я не политический обозреватель в данном ключе. Откуда на это взять деньги, налоги? Налоги, понимаете? И теперь, если уже анонсировано законопроект в виде повышения шкалы НДФЛ, кто не знает, сейчас объясню, уже внесен законопроект, пока не знаю, в какой виде он будет принят, о переходе к прогрессивной шкале налогообложения. Поясню. С прошлого года у нас 21-го идет дифференциация 13-15%. Ну такая легенькая, да, 15%, свыше 5 миллионов рублей, при этом к реализации имущества применяется ставка 13%. И вот за примерно 10 дней до начала спецоперации на Украине, Минфин бодренько сказал, что ближайшие три года шкала НДФЛ меняться не будет. Ну я тогда еще посмеялась, как можно делать на три года прогнозы. Ну вот, уже внесен законопроект. Оставить ставку 13% НДФЛ для доходов до 5 миллионов рублей в год, для доходов до 300 тысяч вообще убрать, от 5 до 10 ставочку оставить 15%, и после 10, 20 и 22%. К чему я это опять же говорю про новые реалии? Повышение шкалы НДФЛ – это одно. Сразу сделаю ремарку, что скорее всего доходы от продажи недвижимости по-прежнему останутся по ставке 13%, как это произошло с первой дифференциацией. Но тряхнуть уклонистов – это насущная необходимость, насущная. Уклонисты легко выявляемы. За что купил, за то продал. Это как минимум, это первое. Или продажи за 70% от кадастра, если досталось безвозмездно, вот ровно за 70%. Поймите, что на таких договорах, на таких декларациях стоит же там по красным шрифтом, я уклоняюсь. Теперь, если раньше государство могло, ну, как бы, в условно не форс-мажорном порядке вот это вот все делать, да, потряхивать, то сейчас реалии изменились. Мобилизационная экономика, деньги нужны остро. И тех, кто умышленно уклоняется от уплаты налогов, то есть их можно тряхнуть, и речь даже не идет о повышенной ставке, вы поймите. Речь идет о санкциях по статье 54.1, то есть отмена всего расхода, всех вычетов, всех львов и так далее. Теперь, что я прогнозирую и предпосылки к чему имеются по выявлению уклонистов. Ну, то есть, кто из вас не знает, хотя я просто на всех углах ору, с прошлого года начали таскать недопросы сначала покупателей. С кого начали? Покупатели в целях выяснения реальной цены, за что они купили объект недвижимости, да. Кого начали таскать сначала? Покупателей с ипотекой в случае, если у них сумма кредита выше цены в ДКП, то есть они получили кредит выше, чем задекларировал продавец в своей декларации, да. То есть это был первый шаг. Дальше. Совершенно очевидно, что если цена кредита равна сумме в ДКП, то куда-то потерялся первый взнос. Речь тоже идет об уклонении. Очевидно, что когда продавец продал якобы за что купил, то есть задекларировал так, речь тоже идет об уклонении. Вот с моей точки зрения, я говорю сейчас как аналитик, как экономист, как прогнозист, часто вот то, что я думаю, мои прогнозы, они оправдываются, да. Вот сейчас про коммерческую тайну, банковскую тайну, просто забудьте, ее нету. С моей точки зрения, государство сейчас нормативно обяжет банке сообщить о реальных суммах сделок, которые им известны. Это, к слову, наш банк дает ипотеку с недофинансированием, все так делают и так далее. Государство имеет полное право, имеют все рычаги и так далее. Опять же, время изменилось. Обязать нормативно банки, в том числе по сделкам прошлых лет, я не говорю про только текущие, предоставить сведения о реальных суммах сделок. У банков это все есть. И банки не будут покрывать, вот вы поймите, я буквально в декабре или в январе, короче, декабрь-январь, да, вот то есть недавно, проводила совместное мероприятие как раз с банком для риэлторов. По стране там живые мероприятия, ну, неважно. И был вопрос из зала, что, а если ФНС пришлет в банк запрос, ну, как бы, в реальной сумме и так далее, что ответит банк? Взял слово банкир, поскольку я проводила с банком этот вебинар, и сказал, что, ну, на самом деле на запрос ФНС отвечать банк, в общем-то, не обязан. Он обязан отвечать на судебный запрос, то есть когда пришлет вот уже суд, судебный запрос, да, что предоставьте такую-то информацию, то есть непосредственно налоговую инспекцию банк может вежливо бортануть. И я добавила, что вы совершенно правы, но только до тех пор, пока государство не обяжет всех нормативно это сделать. И потому что регулярно вот это вот все ужесточается. И, соответственно, какой нюанс? В декабре-январе была одна ситуация. В феврале-марте другая. С моей точки зрения время вот полумер, оно как бы заканчивается. И еще раз, к чему я это все говорю. Все ваши продавцы, даже если вы сами им советовали, и особенно если вы сами им советовали продать по цене покупки. Вот все, кто продал по цене покупки. Вот все, у кого покупатели с ипотекой идут и декларируют на полную, потому что лучше заплатить немного, чем огрести по статье 54.1. Пара примеров из практики. Ваше замечательное агентство МирКвартир. Один из сотрудников мне недавно пишет, недавно это уже после начала спецоперации. Татьяна, мол, в 2014 году мама купила за 24 миллиона рублей квартиру, в 2020 подарила сыну. Трехлетний прошло с момента дарения. Сын сейчас продает за 65 миллионов. Я же правильно понимаю, что можно показать расход дарителя близкого родственника, и поскольку этот расход выдерживает сравнение с 70% на кадастр, мы от налога уходим. Вот как бы вам сказать. Я написала там все в почте, что я по этому поводу думаю, написала корректно. Но, пожалуйста, включайте мозг. Не надо делать идиотов из государства, даже если покупатель без ипотеки, там покупатель без ипотеки, что за 8 лет стоимость объекта элитной недвижимости не выросла, и человек вот реально продал. Тем более, что реальная продажа 65 миллионов, разница 41 миллион, вы понимаете, что это уголовочка? Потому что уголовочка у нас по статье 198, это сокрытие за 3 года совокупно суммы всего-то 20 миллионов 770 тысяч. А тут 41 миллион сразу, понимаете? И здесь вот без разговоров к такому покупателю или статье вот такого покупателя, у которого десятки миллионов, его не жалко, это не пенсионерка, да? То есть это не те, от кого пойдет волна возмущения, да? Собственно говоря, вот массовое народное вот это вот. Соответственно, вот такому продавцу прилетит примерно 10 миллионов налога и штрафа. Это НДФЛ на реальную сумму 13% на 65 миллионов плюс 40% штраф к этой сумме налога, да? То есть совокупно это даже, кстати, побольше чуть-чуть. Да, больше 10 миллионов будет. И, соответственно, и человеку просто вот такому продавцу скажут, или, сейчас я где-то примерно 11 500 миллионов, или ты платишь вот эти там 11-12 миллионов налога и штрафа, или, прости, дорогой, уголовочка. Вот что ты выбираешь, понимаете? Это первое. Второе. Не ваше уже агентство, но тоже запросик. Покупатель с ипотекой, продали с занижением, сделали умно, то есть там цена в ДКП 8,850, при этом сумма кредита 8,760, то есть якобы 90 тысяч рублей – это собственные средства, остальное – кредит. Я говорю, как вы, просто спрашиваю, как вы провели разницу? Гарантийным обязательством. Я говорю, прекрасно. Статья 159.1 Уголовного кодекса «Кредитное мошенничество». Откройте и почитайте. Потому что если у вас покупатель с ипотекой, а вы показываете, что он вам денег не заплатил, а по гарантийному вы ему выплатите сверхсуммы, значит, в ДКП за счет собственных средств, вот это вот все, там сумма-то была еще 2,100, то есть вообще как бы не так, то вот по таким делам, по кредитным мошенничествам идут все и продавец, и покупатель, могут риэлтора подтянуть. То есть вот это вот все абсолютно реальные дела. Я сейчас, наверное, оставлю мое эмоциональное удивление, почему люди не хотят думать головой, и хочу сориентировать еще раз. У государства есть все рычаги, все способы выявить уклонистов. Любой договор на неотделимое улучшение. По моей практике, любое доп. соглашение об изменении цены в договоре. Это та бомба, которая рано или поздно может рвануть. Потому что сейчас время такое, когда при операциях с недвижимостью люди думают о своей выгоде. И вот по моей практике, те, кто купил с занижением, без ипотеки, я сейчас даже оставила ипотеку за скобками, и сейчас продает до истечения 3-5 лет, и перед человеком встает дилемма. Вот его подтвержденный расход. Видите, договор он неотделимый, в виде расписки. И он может пытаться это заявить в свой расход, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу, или остаться добрым, благородным, честным и заявлять. Вот в моей обширной практике два или три раза человек сказал, я не буду подставлять продавцов, потому что это пенсионеры. Другой сказал, я не буду подставлять продавцов, потому что там была такая хорошая скидка, и потому что сейчас я настолько, ну как бы большую дельту получаю от роста цен, что я не буду их подставлять. Все остальные говорят, а вот я еще покупал, можно как-то за счет этого снизить. Я говорю, что в принципе в расход вы включать это можете, не факт, что примут, но в Питере это принимают не все сплошняком. Я говорю про питерскую практику. Когда человек купил с занижением, и у него на руках неотделимое, например, да, ну, дом соглашения об изменении циндек, как это сам Бог менял, как говорится, и при продаже дальнейшей, по статье 220, можно уменьшить доход на расход, который был на расход при приобретении этого объекта недвижимости. То есть не на сумму в ДКП, а на расход, связанный с приобретением. И берут неотделимое в обмен на оригинал расписки того продавца первого, который эти деньги получил. Зачем это делается? Естественно, чтобы тряхнуть. То есть человек говорит, да, мы возьмем у вас этот расход, но вы нам как бы оставляете оригинал этой расписки. То есть ситуативно выигрывает вот такой вот продавец, но бывший продавец по статье 54.1 идет по полной. Соответственно, первый мой призыв декларировать по итогам 2021 года все реальные суммы, простите ради Бога, что я повторю третий раз, в случае, если человек продал за что купил или продал ровно за 0,7 кадастра, когда нет расхода, никакой нельзя предъявить, или когда занизился, но покупатель с апотекой. Теперь, сейчас существенно возрастают риски риэлторов самих как участников сделок, а точнее той категории лиц, которым известны реальные суммы сделок. Я говорю в своих выступлениях сейчас, что риэлтор – это держатель базы уклонистов. Реально риэлторы – одна из категорий в зоне риска. И сейчас, по моей практике, риэлторы уже, которые обслуживают интересы продавца, отказываются от сопровождения сделки, если продавец уперся, глух не слышит и говорит, я делаю с занижением, ну, в смысле, я продаю за что купил. То есть это решение самого продавца, а не риэлтора. Но надо понимать, что уже риэлтор рискует, обслуживая такую сделку, рискует быть вызванным на допрос налоговым. Понимаете? Вот. Или агентство, да? Потому что агентство – это у нас коллективный держатель базы уклонистов. Просто надо понимать, что реально мобилизационная экономика, военное время, миндальничать вообще не время. и если повышать саму шкалу НДФЛ, увеличивать налоговый гнёт, это как бы такая себе история, если мы говорим про широкие слои населения, то тряхнуть уклонистов, тех, кто умышленно обманывает государство, а особенно тех, у кого сделки на десятки миллионов, это вот прям святое. И народ будет прям аплодировать, да, за раскулачивание этих богатеев. Поэтому исходим вот из новых реалий. Теперь я говорю о прогнозах в дальнейшем, да. Итак, законопроект о повышении шкалы НДФЛ, он внесён, я не знаю, в ком виде он будет принят, но когда его примут, я не говорю «если», я говорю «когда его примут», потому что прогрессивная шкала НДФЛ – это наше неизбежное будущее. Вот. Когда этот закон примут, лично я полагаю, что доходы от продажи имущества и доходы от получения имущества в порядке дарения оставят ставку 13%, оставят эту плоскую шкалу. Значит, дальше. Как вы сейчас прекрасно знаете, и мне нет смысла вам это даже говорить, то, что застопорены сделки с лицами, имеющими гражданство другого государства из списка недружественных стран, а на самом деле даже если имеют двойное гражданство. То есть у меня, например, спрашивали некоторое время назад, а если двойное, простите, гражданство, включая российское. Я говорила, слушайте, ну не знаю, надо дождаться разъяснений, как бы вот, собственно говоря, по практике уже все с двойным гражданством, и, кстати, на Дом-Клике это уже висит, тоже, да, не регистрируют сделки, Росреестры в стопоре. Тоже у меня спрашивают, спрашивают, а если не купля-продажа, если дарение, какая разница, и речь идет о переходе права собственности, о возникновении права собственности у как бы одного из участников сделки. То есть тут нет разницы, дарение, купля-продажа, это, и вот, к слову, консультировался у меня как раз иностранный гражданин другого государства, у него три квартиры на Крестовском острове совокупно на 100 миллионов рублей, но озаботился переводом на гражданскую жену, а ну вот буквально накануне запрета сделок. И я ему сказала, что и как, ну как бы разложила по полочкам, на следующий день это все выходит, я ему кидаю там в Телеграм, что как бы не успели, все, уже застопорено. Он говорит, а если я сейчас закручу брак официальный и переведу брачным договором, я говорю, нет, это не совместное, уже как бы, уже все, поезд ушел, не успели. Вот. То есть брачник, который, которым, ну то есть смотрите, покупка в браке, безбрачного, да, это совместное имущество само по себе. А когда заключается брак, а потом брачным переводится до брачного имущества, это вообще другая история. Ну тем более, можно на самом деле подискутировать, если мы говорим про перевод брачным, да, о возникновении права собственности, то есть право до собственности возникает с момента регистрации на мужа, то есть вот с моей точки зрения здесь тоже могут быть вопросики, но ситуация неоднозначная, ладно, как бы, посмотрим. Теперь, дальше идем по налогам. С моей точки зрения, прикроет государство лазейки по искусственному созданию статуса единственного жилья, тоже то, о чем я вам неоднократно говорила. Как это можно перекрыть? Да, просто прописать в НК ограничения на предшествующее выбытие в адрес близких родственников, то есть там за полгода, за год до выбытия единственного жилья. Оставит барьерчики, да, вот эти вот. Естественно, надо затыкать дыру по новому закону об освобождении людей с двумя и более детьми от НДФЛ, потому что, вот опять же, если кто-то из вас смотрел мои вебинары, я раскладываю этот закон по составляющим, и становится абсолютно очевидно, что под закон массово проходят те, кто под него проходить не должен. То есть, например, просто люди по факту наличия детей, например, мужчина, дважды разведенный, у которого в одном браке один ребенок, в другом браке один ребенок, при этом он теперь, ну, со всеми развелся, живет либо один, либо там в третьем даже браке, вообще без детей. И вот этот мужчина прекрасно проходит под закон. И даже его третья жена, у которой вообще нет детей, там как бы тоже ее можно протащить, я также раскладываю вот в своих вебинарах, что по текущему закону я вижу, как протащить под закон людей вообще без детей, вообще без детей, если у их родителей, одного из их родителей, есть два и более детей до 18-24 лет. Вот я это рассказываю на вебинарах. Именно поэтому я и говорю, что закон вот этот вот новый, он вообще не соответствует идее президента, вот вообще никак. Там нет привязки к семье с двумя детьми, там нет привязки к концепции, если средства от продажи направлены на покупку новой, там вообще нет этой привязки. И по текущим нормам закона можно вообще сначала купить новое, а потом продать старое, что уже говорит о том, что о направлении средств речь не идет. Вот эта вот опция сначала купить новое, потом продать старое работает, когда свежая покупка, ну, сначала покупка, выше кадастром, но не выше площадью, чем продаваемые старые. Ну, неважно. Далее, вот в этом новом законе нету никакой защиты. Это вот к слову о том, вот люди с какими мозгами писали эти законы изначально. У меня вообще большой вопрос. Но когда мы говорим об условии освобождения семействами и детьми, по факту покупки другого объекта недвижимости или полной оплаты договора ДДУ. Первое. Нет никаких запретов на фиктивные сделки, когда, например, а-ля покупаем у своих родителей квартиру площадью больше, или, например, вкладываемся в ДДУ и продаем через месяц на переуступке, потому что нету там барьеров на фиктивные сделки. Понимаете? И нет барьеров на выбытие. Когда мы говорим, что пятый пункт, не должно быть в собственности иного жилого помещения с площадью больше, чем приобретаю МОЕ, если совокупно там более 50% принадлежит. Опять же, нет барьеров на то, что это помещение человек может подарить там родителям, своим, взрослым человеку, братьям, сестрам и так далее. Вот эти все дыры, конечно, заткнуты. Потому что вот сейчас по моей практике вот все, кому не лень, могут пролезть под этот закон. Ну, в смысле, я когда прочитала закон и его разложила, я поняла, что я могу вообще протащить под этот закон просто вот армию людей, которые формально не должны проходить. И, конечно, эти барьеры должны быть поставлены. Вот. Теперь, что я хотела вам сказать еще по своей мини-программке. В общем-то, в полчаса мы уложились. Так. Про риски риэлтора сказала, про риски продавца с снижением сказала, как декларировать сказала, а вот что сейчас скажу. Изменение шкалы НДФЛ сказала, запрет сделок с лицами с военным гражданством сказала. Еще смотрите тоже. Слово, да. Но это я уже сейчас говорю о необходимости налоговой грамотности. Вот тоже мой пример последних там пары дней, там, позавчера, кажется, мне писали. Конкретный пример. Человек до истечения трех лет владения недвижимостью, полученной по наследству, продал, это был какой-то регион, то есть не Питер, за ровно 0,7 кадастра, то есть за 2,900. Короче, наследодатель покупался 4 миллиона. Сохранился расход. Человек продал за 5,400, но при этом показал 2,900 в ДКП, то есть как 70% кадастра, а сверху, ну, конечно, неотделимый. Его риэлтор вообще ни с уном, ни духом не знал, что можно, оказывается, применять расход наследодателя. То есть риэлтор живет старыми реалиями, вычет миллион, да, и сказал человеку, что занижаемся до 70% кадастра, это 2,900, миллион вычет при продаже, и с 1,900 ты платишь налог. То есть вот человек вообще не понимал, что показывать можно без риска реальную цену 5,400, брать расход наследодателя и платить налог с 1,400, то есть, понимаете, в итоге человек, и ко мне прибежал риэлтор с вопросом, а что нам теперь делать? Я говорю, ну что, что делать? Как бы отчитываться, естественно, по полной сумме дохода. Пытаться как бы, сейчас объясню, сейчас разложу эту ситуацию, да. То есть человек-продавец, подставляясь на риск, на занижение, то есть на санкции, на все доначисления по полной, платит, готов платить с 1,900,000 НДФЛ, а можно абсолютно без риска с 1,400,000, и там еще и можно смотреть законную оптимизацию до нуля, да, путем сочетания системы льгота. Соответственно, я опять же призываю вас внимательнее относиться к налоговым возможностям, потому что очень часто себе люди прям глупо на незнании налогов подставляются на риски, а есть нормальные, законные, простые, безрисковые способы налоговой оптимизации. Я на самом деле вот за полчаса уложилась, благодаря тому, что ну как бы я без прерывания на вопросы отвечала, я надеюсь, что донесла то, что я хотела, поскольку просили покороче, давайте на вопросы поотвечаем. Нет вопросов, матрос? Или меня не слышно? Подайте, пожалуйста, кто-нибудь. Я вас слышу прекрасно, запись идет. Друзья, можно в режиме онлайн задать вопрос, можно написать в чат, я озвучу Татьяну. Да. Да. Татьяна, здравствуйте. Можно вопрос по поводу ответственности реактора все-таки точнее? Правильно я понимаю, что мы идем в случае каких-то вскрытий теперь отныне, как можем быть привлечены, как свидетели? Какая еще ответственность? Ну вот поподробнее можно? Слушайте, да. Смотрите, я сначала скажу про правила безопасности, о том, чтобы риэлтор не проходил как соучастник и подстрекатель к массовому хищению средств из бюджета. Сейчас объясню. Наверняка вы знаете, что переписка – это доказательство в суде. Переписка, включая вот WhatsApp, почта, мессенджеры, да, то есть идет, как бы делается скрин, это реальное заверение, доказательства в суде. Соответственно, первый звоночек, но я просто сейчас говорю про механизм безопасности. Ни в коем случае риэлтор сам не должен быть инициатором занижений. Когда он говорит, ну, я вам советую продать, что купил, или я вам советую занизиться, или я вам советую провести гарантийным обязательством, или я вам советую то-то-сё-то, да, то есть надо понимать, что если где-то проходит документальное подтверждение, риски самого риэлтора многократно возрастают. Почему? Потому что, когда тряхнут сначала покупателя, а потом продавца-уклониста, вы поймите, что люди для выгораживания себя, они скажут, я не хотел, мне риэлтор сказал, вот, вот, смотрите, да, и вот тогда вот возникают риски для риэлтора. Поэтому, первое, риэлтор не должен выступать инициатором уклонения. Что такое уклонение с точки зрения государства? Это охищение средств из бюджета. То есть они на самом деле, вот, было уголовное дело, даже когда человек по военной ипотеке заявил вычет и его получил, то есть деньги-то государство давало, на человека уголовку заявили за охищение средств из бюджета, за то, что он получил вычет, понимаете, вот. А когда мы, и вот с моей точки зрения, я сразу скажу, Светлана, я не юрист по уголовному праву, но, насколько я понимаю, статья 33 для риэлтора, ее можно приплести. Но, с моей точки зрения, как могут работать с риэлторами? Поймите, вот просто тупо подводить риэлтора под уголовку, реально смысла нет. смысл есть риэлтора поставить перед выбором, или ты сдаешь по своим клиентам реальные суммы сделок, или мы тебя, прикрутим тебе уголовку, понимаете, в чем дело? То есть, я сейчас говорю, вот просто риэлтора, я говорю вот огульно, и начать им шить дела, нет смысла. смысл от риэлтора для государства, это источник информации и об уклонистах, и, следовательно, о доначислениях. И я, как логик, говорю про то, что, ну, как бы я действовала на стороне государства, ну, очевидно, как бы, кто знает. Еще смотрите, что они сейчас делают, то есть такая информация уже пошла. Сравнивают суммы продаж в интернете, в объявлениях, и за декларированные доходы продавца по тем декларациям, где есть подозрения в уклонении, да. И если человек начнет из старых реалий лезть в бутылку, да вы ничего не докажете. Да, я хотел продать за 25 миллионов, но рынок изменился, и я продался 13. Как бы, это очень глупо, понимаете. И риэлторы рискуют, когда идет широкая реклама с одной ценой, и как бы человек отчитывается с другой. Я сейчас вам скорее обрисовываю контур рисков, вот то, что может реализоваться в этом году. Поэтому я не готова сейчас сказать про санкции для риэлтора с точки зрения штрафов на него или уголовной ответственности, хотя по 33, по 159.1, кстати, тоже, могут их притягивать. Я говорю про то, что с моей точки зрения риэлтора могут поставить перед жестким выбором. Или ты вот это все сдаешь, или ты получаешь что-то, то-то. Вот и все. Надеюсь, я понятно ответила. Мне кажется, в ВИП-департаменте хотят что-то спросить, но я не включаю микрофон. Слышно? Да. Здравствуйте, меня Юлия зовут. Сделка два года назад проводилась и уклонились от налога, спрятали примерно 2 миллиона. Там была ипотека. В этом случае что-то... Я бы посоветовала подавать уточненную декларацию. Если проводили два года назад, то это получается 19-20, то есть сейчас подается уточненка. Причем, почему еще при покупателе с ипотекой это критично важно? Даже помимо того, что с моей точки зрения сейчас в банке полетят... Не в банке полетят запросы, а будет принят нормативный акт на уровне закона. Или внесены изменения в регламент обмены информацией. Смотрите. Вот никто про это не думает, но когда человек покупает с ипотекой, он может, во-первых, при дальнейшей продаже сумму процента включить в расход, во-вторых, получить имущественный вычет процентом по ипотеке. Но для того, чтобы это включить и получить, человек должен принести кредитный договор. А сумма в кредитном не бьется с суммой в ДКП. Понимаете? И никто не думает на шаг вперед хотя бы, а что дальше будет делать этот покупатель. Именно поэтому для вашего продавца очень важно подать сейчас уточненку, и я подчеркну, посмотреть варианты законной оптимизации. Вот понимаете, то, что он эти 2 миллиона скрыл, их же можно законно увести в ноль. А когда человек... Может быть можно, может быть нельзя, надо смотреть ситуацию. То есть человек исключ... Поймите, когда он сам заявляет свой доход и подает уточненку, он не является уклонистом. Он сам сказал. И тогда он не лишается льгот. Ни по уменьшению налогооблагаемой базы. Ну, никаких, да? Вот. То есть к человеку применяются санкции, когда инспекция сама выявила уклонение. То есть мой совет тоже подавать уточненку и смотреть пути законной оптимизации. Вот и все. При необходимости платить налог, да. При необходимости платить налог. Потому что когда человек подает уточненку и вариантов оптимизации нет, он хотя бы платит только с разницы, с сокрытия. А когда выясняет налоговое, налог и штраф начисляются на весь доход, у человека расход снимается. Спасибо большое. Здравствуйте. Еще один вопрос. Меня зовут Михаил. Здравствуйте. Да, есть ли по переуступке, то есть еще не в собственности, и есть занижение, и прямой покупки, то есть прямыми деньгами, как это будет отражаться? То есть налогообложение будет какое-то... Смотрите, ну, естественно, я вам скажу, показывать полную сумму, декларировать доход, естественно, надо от продажи имущественных прав, то есть платить налог с разницей и смотреть, естественно, опять же, механизмы законной оптимизации. Я не буду сейчас вам говорить, каким документом можно было бы провести тратата, потому что тут как бы не имеет смысла соглашение об изменении цены, естественно, да. То есть я говорю отражать полную сумму, платить налог с разницей или оптимизировать его законно. Если ваш вопрос заключался в том, надо ли подавать декларацию и платить налог, да, надо. Если ваш вопрос заключался в том, как бы нам провести занижение, то я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я не рекомендую занижение. Тем более. Сейчас идет запись. Это доказательство того, что я вам говорю. Я не буду себя подставлять, понимаете? Понятно. Все хорошо, спасибо. Татьяна, есть пара вопросов в чате, вы его видите? А вот я открыла, да, про закон о детях, вот эти вопросики, да? Да, да. Да, вот Светлана пишет, расскажите про закон о детях, про срок давности при продаже жилья с двумя и более детьми. Смотрите, вот рассказывать про закон о детях, мне проще вам скинуть ссылку на дом клик, где я это все разбирала. Там примерно на час, на 46 минут, потому что мне сейчас про это рассказывать, это час. А есть, как бы, доступное видео к просмотру. Если коротко, срока, скажем так, нет срока владения, вот просто срок давности мне непонятно. Давайте так. Закон действует на продаже прошлого года, 21-го. То есть, если у вас люди с двумя детьми продали, например, в начале года, прошлого, 21-го, квартиру до истечения срока, и, как бы, вы их ориентировали, и правильно, что, как бы, да, надо платить налог, там, тра-та-та, то потом уже, в конце прошлого года, приняли закон с обратной силой. И сейчас надо смотреть, эти люди могут под этот закон проходить, в принципе, да? И тогда вы можете их обрадовать, что у тебя сделка-то необлагаемая стала, потому что закон имеет обратную силу. При этом закон подразумевает, что от налогообложения освобождается при соблюдении критериев недвижимость безотносительно срока владения, то есть, неважно, там, полгода ей владели, или сколько. Вот. Поэтому вот ваш вопрос, я понимаю, так, период действия и есть ли срок владения. Вот я на него ответила. Если говорить про закон с двумя и более детьми, то это мне сейчас примерно на час разбирать. Я сразу скажу, что когда я его сейчас разбираю, говорю про этот закон и про его узкие места, я сразу говорю, что вот сейчас текущий срез такой, но есть такой нюанс, что этот закон может быть изменён задним числом. Механизм здесь такой. Вот многие как бы думают, да, что получается, если налоговый кодекс есть и действует сам по себе, то его нельзя менять как бы задним числом. Да, кодекс-то менять нельзя. Но эти поправки про людей с двумя и более детьми вносились федеральным законом 382 ФСС, который говорил, дополнить пунктом таким-то, статью такую-то. Так вот сейчас можно внести поправки в закон именно 382 ФСС с формулировкой изложить пункт такой-то закона 382 ФСС в такой-то редакции. И это даёт возможность задним числом вот это поменять. Поэтому, поскольку закон вообще не соответствует инициативе президента, я считаю, что через внесение в 382 ФСС это может быть изменено задним числом. Поэтому, что я могла бы говорить однозначно? Однозначно можно говорить вот только про то, что если люди с двумя и более детьми продают свою единственную недвижимость, да, в законе нет привязки к единственному. Я сейчас говорю про однозначную трактовку, которая точно сохранится. И при этом они покупают встречку площадью или кадастром больше, то они проходят. Вот это то, что я могу сказать однозначно. А вот эти вот прочие условия из разряда, вот особенно пятый пункт, да, когда мы говорим, что у налогоплательщика, его супруга-супруги, его детей до 18 лет, его родители, если налогоплательщик является ребёнком, указанным в функции 1, не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на иное жилое помещение с площадью, превышающей тра-та-та, да, то вот это вот должно быть пересмотрено хотя бы как минимум по совокупности принадлежащих площадей. Потому что сейчас получается, вот пример приведу один. Представьте, семья с двумя детьми продают квартиру 50 квадратов и покупают встречку 60 квадратов. Но у каждого из четырёх ещё по одной квартире 40 квадратов. У людей 5 квартир, но они проходят под закон, потому что пятый пункт говорит про иное жилое помещение, а не про совокупность площадей иных жилых помещений, да. Именно поэтому я сейчас говорю, что когда ко мне обращаются, что смотрите, по текущим трактовкам вы проходите, но вот честно гарантии не дам, потому что если внесут поправки в 382 и все, то эта норма изменится задним числом. Поэтому, уважаемые участники, однозначно можно утверждать, что если семья с двумя детьми, я говорю сейчас умышленно слово семья, потому что сейчас под льготу проходят люди по факту наличия двух детей безотносительно семьи, как, с кем, где они живут, понятно, да. Так вот, если реально семья с двумя детьми продает единственную недвижимость и покупает больше, то они проходят. Все остальное, я могу сейчас дать трактовку, проходят они или нет по текущей норме, но дать гарантию, что они пройдут в итоге, я не могу. Надеюсь, Светлана, что я как-то, ну, более-менее ответила на вопрос. Тоже вопрос. Продавцы с двойным гражданством, первые из которых российская, тоже попадают под запретные сделки. А я сказала, вначале говорила, что туда попадают, и сейчас на самом деле уже даже Дом Клик выпустил, сейчас скажу, объявление висит на сайте, да, при проведении сделок. Сейчас, секунду, я прям вот зачитаю вам. Вот. На Дом Клике висит сделка возможна после внесения изменений в предоставленные документы и комментарий. Необходимо предоставить заявление гарантию об отсутствии гражданства дробь второго гражданства недружественного государства. Кстати, что интересно, сейчас обратила внимание, либо проживание на его территории от всех участников сделки. Смотрите, кстати, что касается проживания на его территории, вот тут мы вообще уходим от концепции гражданства и переходим к концепции налогового резидентства, нерезидентства. Потому что что у нас получается? Тот, кто набрал 183 дня в России налоговый резидент, кто не набрал налоговый нерезидент без относительно гражданства. То есть, например, если сейчас человек только с российским гражданством живет за рубежом, но при этом не имеет того гражданства, допустим, там только вид на жительство, да, так вот получается, исходя из этого комментария, сейчас только, кстати, вчиталось, что с ним тоже нельзя, даже если у него кроме российского гражданства нет ничего. Потому что вот тут вот в комментарии я увидела проживание на территории другого государства. Так, тут еще вопросик. Даже если по доверенности продажа, ну, конечно, какая разница? Продавец и правообладатель – это вот точка. Какая разница по доверенности? Ну, как бы здесь разница-то нет. Продавцом, от которого переходит право собственности, является вот тот вот человек с двойным гражданством и даже вот налоговый нерезидент. То есть это же недоверитель является участником сделок. Это же не он продает, он же по поручению продавца действует. То есть тут как бы однозначно очевидно. Так, Ким, по-моему, Елена Ким, насколько я помню. Подскажите, пожалуйста, при покупке по ДДУ в ипотеку собственность получена через два года после ДДУ. Когда можно подавать на возврат НДФЛ за ипотеку за два года? Смотрите, право на вычет при покупке в ипотеку на стадии строительства возникает после подписания акта приема-передачи, но при этом должна быть получена, ну, не ранее, получение собственности. То есть, грубо говоря, это вот свежие изменения. Короче, чтобы вас не грузить, надо получить собственность. Но за прошлые годы, ну, то есть расход берется, расход берется реальный, но право на вычет возникает с момента подписания акта приема-передачи но только предъявить его можно после получения собственности. Короче, но на вычет по прошлым расходам подать, разумеется, можно, да, да, то есть это не сгорает. Если я сумбурно пояснила, и у нас тут час заканчивается, то, Елена, мне киньте просто в почту, я вам поясню. вопрос тогда, наверное, к вам, Владислав, имеет ли смысл мне прислать ссылку на Домклик с моим вебинаром с разбором закона о людях с двумя детьми для того, чтобы кто хочет посмотрел. Да, конечно, присылать я разошлю. Пришлю, да. Вот, я надеюсь, что было полезно, я постаралась вам как бы сориентировать немножечко в меняющемся мире. Вот. Что, вопросов больше нет? Тогда, Татьяна, спасибо большое, ждем от вас ссылочку и новой информации, если будет, сразу же сообщается. Обязательно.